Обильный снегопад стал поводом для очередного собрания, организованного инициативной группой жителей 17-го дома по Пионерской улице. У нас из года в год плохо убирается дорога. Снег не вывозится, а складировается на наши газоны. И на противоположную сторону засыпаются кусты, что мы сейчас можем наблюдать. Сегодня мы как раз по этому поводу и собираемся в очередной раз. На встречу приехали представители Госадомтехнадзора, управляющие компанией, подрядной организации и администрацию округа. Им также пришлось послушать рассказы о регулярных подтоплениях рядом с домом. Весной и осенью, по словам жителей, местная парковка превращается в один большой водоем. Там нет ливневой канализации, там идет складирование снега зимою. Это также влияет на то, что у нас постоянные лужи. И наши старики постоянно из года в год, как начинается ливневый период, либо осень, весна, значит, очень сильно из этого страдают. Потому что приходится в буквальном смысле по щиколотку выходить в воде. О проблемах в этом дворе инспекторам Госадомтехнадзора известно. Они выезжают сюда каждый раз после обильного снегопада, когда коммунальщики не успевают вовремя убрать снег. За очистку дворовой территории отвечает управляющая компания. За прилегающую к дому дорогу и парковку городской округ. Предписание привезти эти участки в надлежащее состояние они уже получили. Подрядным организацией управляющей компанией, а также администрацией городского округа Красногорск даны указания по уборке данной территории, а также недопущение складирования загрязненного снега на участках с зеленым насаждением. Срок до пятницы, в понедельник, проезжаем и смотрим, как выполняется работа. Комплексное благоустройство дворовой территории, которого также очень ждут жильцы 17-го и близлежащих домов, запланировано на 2017 год, рассказали на встрече. Правда, реконструкция ливневой канализации в перечень обязательных объектов благоустройства не входит. Чтобы систему водоотведения привели в норму, жителям необходимо написать коллективное письмо в администрацию городского округа.